Большой привет всем зрителям, с вами Ктархонт и наконец-то Марс, который вы так долго ждали. Как вы знаете, из-за ноги я немного отложил запись, но теперь она в норме, могу играть и записывать. И вот он, Марс 5 серия. Продолжаем советскую миссию. Саживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. Так, возвращаем Союз. Он уже садится сюда, как раз семерых инженеров сюда вернёт. А мне инженеры не помешают. Здесь, например, завод электроники простаивает, да и здесь тоже инженеров бы побольше закинуть. Найдены планетарные аномалии. 9 дронов в ход исследований, 5 мейеков ресурса, 10 новые технологии. Ну вот опять людей перемешивают. А ладно, давай дронов сначала отправим, потом уже всё остальное посмотрим. А так я производство наконец свернул, 1,7. 1,7. Вот, кстати, интересно, тут 1,7 производит только одна линия. Здесь, по сути, почти две линии производят столько же. Готовы у меня солнечные панели и теперь у меня будут очищаться они. А вы говорили, зря я их и делаю. Прекрасно же. Теперь они, по сути, должны постепенно становиться чище. Правда, скорее всего, это будет не так уж и быстро. И всё равно придётся на них тратиться, но не так часто. А они, как по мне, очень хороши. Я трачу на них дешёвые металлы, которые добыть вообще без проблем. Это вам, знаете ли, не запчасть. Ну и давай, Союз. Опять отправляем его исследовать. Отправляем экспедицию. Мне это интересно. Он опять же дронов забирает не ближайших себе, а просто в среднем по базе. Отсюда отнял. Отсюда. Почему нельзя выбрать именно откуда дронов забирать и откуда людей? В итоге верхний район. Ну вот, вот эта тут область хорошая. Здесь только ресурсы в основном, и всё. Больше нет, зачем сюда идти. У меня остаётся вот совсем немножечко земель, которые можно поисследовать и до них добраться, а вот эти уже потом пойдут. 2000 очков за планетарную аномалию. Уже, знаешь ли, 2000 так много не смотрится. Это раньше 2000, и такой типа, о, да, круто. А сейчас два соло, и столько же получишь. Хотя ладно, надо радоваться и таком. Оу, Огнельма, нужно больше. Учёные предложили эксперимент, который может расширить наше познание по поводу природы огоньков. Недостаток его изящийся компенсируется простотой. В рамках так называемого эксперимента ОЗК-64 предлагается построить огромный бак, чтобы собрать в одном месте беспрецедентное количество воды и посмотреть, как ведут себя огоньки. Цель построить большой бак для воды и заполнить его. Если у вас уже есть такой бак, вам придётся построить ещё один. А мне казалось, учёные придумают что-нибудь более изорщённое. Что ж, приступайте. Ну да, давайте большой бак с водой построим. Он, конечно, не дешёвый. Но, почему бы и нет? Мне он не нравится, что он выглядит, знаете ли, ну вообще не в тему. Куда я его ни поставил, он какой-то, знаешь, огромный, несуразный. Ну ладно, давай закинем сюда. Я понимаю, конечно, что надо было бы, наверное, к той колонии поближе, потому что у нас тут единая сеть. Да ладно. Не страшно, построим там. Другое дело, что заполнять его долго будем, потому что у нас производство воды не такое уж и большое. Ну посмотрим, хватит ли нам этого добра и на сколько. Ну и смотрите, как активно кафешкой пользуются. То есть внутри 10 человек, реально все ходят, все занимают. Не, ну тут прям прекрасно. Мне кажется, Гагаринск процветает. Кто не скажешь, а не, Ленинский еще лучше тебя ищет. Ну хотя да, тут космобар огромный. Поспоришь, тоже хорошо. То есть я отправил пятерых медиков за 41 единицы металла. О да. Лучшая отправка в мире. Все, все ренегаты. А нет, хотел сказать отъехали, нет. Еще один живой. Грустненько, 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 ну ладно. Ну давай, улучшу пространственные вычисления. Пока нет 5 единицы электроники, но вот везет шестерочку. Пять как раз сюда и один запасик, чтобы потом свое управление дронами починить. А то в скором времени он как раз подойдет. Нужда ремонта. Я как раз ресурс подвезу. 127, ну нормально. Почти соточку подняли сами. Царь 1200 науки. Хорош. Такими темпами исследования реально пойдут быстрее. Они хоть и дорогие, но я уже сейчас в скором времени смогу целую шаттлами построить. Место стоянки это заправки шаттлов, которые транспортируют ресурсы между удаленными складами и хранилищами. А также перевозят колонистов, когда там тем требуется приезд. Во-первых, очень много запчастей. Во-вторых, обслуживания. Ну а так я понимаю, что имеет смысл одну сюда, одну туда, и они будут сами ресурсы перевозить. Что безусловно удобно. Потому что самому каждый раз транспортерам это реально долго. Давай еще людей куда-нибудь на Союзе отправим. Здесь прорыв нам обещают. А здесь просто новые технологии. Так, тогда давай в прорыв. 12 человек. Сейчас опять, смотри. 22, 23, да? Рандомно раскидал. Просто с каждого понабирал. Здесь теперь людей не хватает на производстве. Да, конечно же. Ух, 0,4 засол. Вообще не производство, а просто нечто. А вот и прорыв. Все высотки можно заказывать в виде готовых. И все. Ну, не знаю. Такой себе прорыв. Ну и Союз еще один раз отправляется на последнюю экспедицию. Больше здесь уже нет таких интересных. 10 человек, новые технологии. Давай. Ну и опять 25, 18. На сей раз, видимо, они в Ленинске полетят. Да. Семерых с Гагаринск, которые их оттуда. Опять же, производство где-нибудь явно встряло. Но ничего не поделаешь. Жизнь такая. Так, новые технологии. Марс Ну. Марс Ну. Воу, воу, воу. Ну-ка, давай посмотрим новые технологии. Создание озер теперь мы с вами можем сделать. Качество почвы и параметры воды на Марсе. Выпариватель теперь нам доступен. Кстати, он дешевый достаточно. Марс Ну. Затраты металла и бетона на строительство снижаются на 20%. Ух. Неплохо. Появляется возможность создавать координаторы, транспортеры и ДУ-разведчики. Тоже, кстати, недорого стоит. И реактор термоядерного синтеза. Вырабатывать электроэнергию и постройка за пределами купола. Требуются люди. Дорого, конечно. И вот, хорошая вещь. Приветливые соседи увеличивают уровень комфорта от услуг в постройке на 10. Это то, что нам надо будет в скором времени, думаю, взять. Ну, давай, что ли, построим. О, озеро, кстати. А, пока недоступно. Ладно, понял. Просто можем полюбоваться. А построить я хочу, наверное, завод парниковых газов. Обслуживание, конечно, дорогое. Но терраформирование пойдет. Да, ведь народ не нужен. И дымить мы будем рядом с Гагаринском. Уж простите, но здесь у нас будет активная промышленность. Мало ресурса, топлива. Но ничего, накопится. Тут топливо больше, чем достаточно. Производство хорошее. Засол 12. Я не думаю, что он будет так быстро и много тратить. И уже пошла меняться температура. Сидит условия для возникновения ядовитых и чистых дождей. А, неплохо. Надеюсь, что ядовитые дожди не будут так часто. Еще бы неплохо было потом засадить лесопосадки. Но тут нужна вода. А воды пока я набрать не могу. Хотя есть один проект. Так, подожди, там люди. Люди, 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 люди гибнут. Сколько там у них еще часов? 114. Фух, успел. Давай его тогда сюда. В Ленинский переселим обратно. Но они у меня местами, знаешь ли. Туда, сюда, так, переходят. И тут рабочих, видите ли, нету. Надо их довести. Они тут работать начали. Смотри, как много дыма, 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 дыма. Температуру поднимаем. Хотя нам бы и атмосферу начать делать тоже неплохо. Ха, терраформированная атмосфера увеличит производство сентриветрогенераторов и МОКСа, но снижает производительность солнечных панелей. Угу. То есть, солнечные панели сейчас эффективны, но потом со временем они отъедут. Но главное, что сейчас я от них получаю пользу. Все, я истощил, наконец-таки, запасы бетона. О, да. Долго, на самом деле, я это делал. Но бетон у меня теперь 953 единиц. Мне даже в самое ближайшее время не понадобится столько бетона. И надо уже, видимо, задумываться о новой постройке. Ну, а эту явно надо утилизировать. Смысла от нее нет. Бомбардировка метеороидами. Ох. Опять. Вы издеваетесь? Я не готов. Мои куполы сейчас погибнут. О, нет. Не надо такого, пожалуйста. Но они все равно мне не послушаются. Понятное дело. Ой-ой-ой. Посмотрите, посмотрите, какая красота. Как много огоньков. Жесть. Но большой бах пока не так сильно привлекает. Здесь все-таки еще не так уж и много накопили. Хотя выполнение идет. Странно. С учетом того, что у нас буквально 35% уже 43% здесь. Ну, допустим, это норма. Конец эпохи. Сегодня смерть забрала нашего последнего основателя. Сегодня наступил конец эпохи. Дзинь и Го запомнятся нам своей мечтой о покорении космоса и своим неустанным движением навстречу этой мечте, невзирая на трудности, потери и даже угрозу собственной жизни. Разве можно желать больше? Мы знаем многих мужчин и женщин, которые обладали силой, волей и добродетелью следовать по тому же пути, что и Дзинь Го. Несям нам дано подобное мужество и Дзинь Го из тех немногих избранных. Но мы знаем, почему наш дорогой товарищ выбрал именно такую стезю. Если сердце великое пламено, человек может лишь следовать его зову. Когда гаснет такая звезда, как Дзинь Го, мир погружается во мрак. Но не будем сдаваться, друзья мои. Нет лучшего способа отдать день уважения великому человеку, чем поднять и вновь понести его упавшее знамя. Дзинь Го уходит от нас, но пусть эта смерть не отвратит человечество от желания постигать, развиваться и покорять новые горизонты. Основатель Дзинь Го умирает, причина старости. В садах, красиво, на лавочке, ушел из жизни. Да, Ана Дзинь Го пятый такой, а какие проблемы? Тут только что его схваляли, я посижу рядом с ним. Да уж, такое тоже бывает. Ушел последний основатель. То есть все теперь колонисты, которые живут, это либо потомки тех самых основателей, либо, уууу, старики, стрим, марсиан 15, 30 землян и 6 пожилых. Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. В скором времени, я так понимаю, от новых завозить. Да, десяточек уже в Гагаринске. Здесь пятерку. понимаю но видимо мы сейчас распрощаемся с колонией посмотрите просто в гагаринск прям точно в гагаринский сделать ничего не могу трещина птичка кислорода стоимость ремонта 5 ресурсы есть ресурсы есть Давайте чините, ребятки Ну, это, конечно Еще раз Еще много-много раз Но соединение... А, нет, соединение потеряно Серьезно Давайте чините, дроны, чините Куда? Еще раз в купол? Да ты издеваешься Хорош У них и так уже душевная равновесие Ниже Хорош 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 уже бить Жесть Улучшение завода СИ, расходы на улучшение Нам 2,1 надо, 20 производительности Просто купол Ах, так, хорошо, ни в кого не попал Ресурс надо перевести Я понял Да, что-то как-то, знаешь ли, не очень Выглядит Несколько раз по Гагаринску долбанули Так, ну, пока бомбят не по нему Одна радость Вот это, конечно, рядом прям Ну, хорошо, что купол выдержал Как по мне, он мог бы просто разрушиться от такого Но нет Жив-здоров О-хо-хо-хо-хо-хо-хо А-а-а, жесть Жесть, жесть, жесть Пожалуйста, живите, живите, живите Нет, только не в дрона Да Этот удар мы запомним надолго Надолго Гагаринск выстоял Не сдался Счастью, живы, здоровы Нет Нет Генератор стерлинга Ой, точнее, генератор стерлинга Просто Просто все накрыло Склады Не склады Без разницы Все сломал Дам-дадари-дам Дари-дам-дам-дам-дам-дам Вот это больно было Так, ну ладно Починили Все обслужили Хорошо Кто-то взялся за починку А, все починит Фух Я уж думаю, что оставят Что-ли просто так Нет, все нормально Так, ну вот Душевная равновесие В Гагаринске Прям уже это На грани А в Ленинском Такие живут А нам хорошо А Гагаринск страдает Так Я понял Дроны, а вы можете Как-то обходить Это место Вам же сообщают О том, что здесь Сейчас будет удар А по заводу-то За что? Вот Самые больные места Вот серьезно На ремонт завода Надо сейчас Между прочим Запчасти тратить На купол Потратил столько ресурсов Кстати, тут новое Знамя построило Но единственное Нельзя поменять Но реформирование Марса В наших руках Так, опять удар Ай, пофиг Куда можно бить И знаешь Хоть что-нибудь полезное Выпало Постройка Что за постройки уничтожено? Флаг поставил Называется так Постройки Уничтожено Безбашенные дрона Знаешь ли? Уважаю Типа такие Металлы О, надо собрать А то, что там рядом бьют А, неважно Не, ну я не знаю Оно большое знамя Уничтожили Че такого Красиво даже так Знаешь Видно, что не первый год стоит Покосилось слегка Все нормально Еще 18 часов, кстати Пережить осталось Не знаю Сможем ли мы это сделать Но Сверю А выбора больше нет Ну Я надеюсь, что Гагаринска правится Конечно Душевное состояние людей Такое себе Но у вас тут есть парк У вас есть кафе Посидите Поболтайте Вообще Вы скваляете Как бы Вас спасли Серьезно Вы выжили Несмотря ни на что Дроны вас спасли Без вообще без проблем Так что радуйтесь жизнью Не грустите О А вот это уже интересно Так Разведчик Давай Как аномалия Я очень верю Что его по пути Никто не проймет Все Уже все В угол Куда-то начали сбиваться Но я на всякий случай За ним послежу Мало ли чем Разведчика терять не хочется Я конечно верю Что он не погибнет Но Нет уж Лучше не рисковать Все Можете поздравить нас Мы пережили бомбардировку Потеряли только ресурсы Люди вроде как живые Здоровые Покойненько Ну надеюсь душевная равновесие вернется Уж извините Но Я вас спас Здоровье вы не потеряли Так что хватит паниковать Знаете у меня тут появился Грандиозный план Воздвигнуть еще один большой купол Все таки здесь И тут два варианта На самом деле Вот так вот И задеть Добычу металлов Науку И Вот этот вот Прекрасный комфорт Либо же сюда Я думаю что здесь как-то забито Я лучше сделаю купол вот здесь вот И потом купол сюда Здесь уже такой комфортный Прям с двумя этими Хотя вот даже не знаю Надо ли 20 комфорта Ради чего они здесь добывать Ничего не будет А вот здесь можно Здесь и наука Здесь и просто рядом с этим куполом Чтобы было соседство Чтобы народу побольше заселить И тем самым у нас тут производство Активно шло Единственное дело Что его надо бы ближе Потому что есть такая вещь как переходы И вот У меня тут место специально оставлено Но он так далеко не тянется Вот максимум расстояния На которое он дотянется Все Дальше его сделать нельзя К сожалению То есть здесь Я вот сюда вот купол должен стоять Но тут от него не смысла особого нет Даже себя выровнять Поэтому поставим сюда И потом придется шаттлами соединяться Это да Не очень удобно Но выбора нет И при том удобно У меня здесь есть ЦУ управление дронами Она как раз Все вот это вот задевает Так что я смогу здесь И подземные воды себе построить Добычу еще одну Тем самым Увеличив добычу воды Здесь потом металла Начнем добывать Потому что металла Рано или поздно Станет мало Ибо Его здесь надо добавить Именно из подземных Наверху уже не так Много не зря Нам все-таки здесь залежи Столько показали Да конечно Я бы не против заселиться Вот сюда вот На 35% исследования Либо же вот сюда вот Рядом с деньгами И тоже получить К исследованиям 15 Но это потом Это уже потом Будем планировать Расширяться сюда Пока давайте Вот этот вот сектор осваивать Притом мне нужны новые люди Потому что в том же самом Гагаринске Уже народу мало Вакансий полно Производство Электроники Всего остального Идет уже слабо Потому что народу Не хватает Тупо Надо новых людей Зазывать Чтоб фапсю Работали здесь Отлично Я исследовал Наконец-таки Общую подготовку И теперь у тех Кто не обладает профессией Меньше прав К эффективности труда Какой он теперь Минус 40 Был минус 50 Ну Неплохо Хоть немножко Эффективность поднимется И так идеально Как хотелось бы Но Будем радоваться И этому А на этом моменте Серия подходит К концу Уж извините Что такой перерывчик Я не ожидал Что здоровье Слегка подведет Но ничего Теперь возвращаюсь В строй Постараюсь По 2-3 серии В неделе По Марсу Выпускать Чтобы долго Не задерживать И вас радовать Как можно чаще Данным прохождением Ну а вы конечно же Поддерживайте его лайками И комментами Если оно вам интересно Подписывайтесь на канал И до скорых встреч В новых роликах Субтитры сделал DimaTorzok